На первом этаже театра комедии встречают в руссконародном стиле с гармонией баранками. Главная тематика встречи – Нижегородское купечество. Фамилии Строганов, Бугров, Сироткин и Блиновы известны не только в нашем регионе. В 19 веке, благодаря их коммерческой деятельности, о Нижегородской губернии узнали по всей стране. Видимо, умение строить свой бизнес у нижегородцев в крови. На сегодняшний день регион считается лидером по развитию малого и среднего бизнеса. В этом мы стремимся к мировым стандартам. 36% занятости всех трудоспособных людей у нас в сфере предпринимательства. Это огромная армия. Сегодня вклад в экономику существенный. 15% экономического результата – это серьезный вклад. Хотя нас это не устраивает. И все наши программы нацелены на то, чтобы приблизиться к мировым стандартам, а не 30-40%. В этом году в конкурсе приняло участие 75 предпринимателей, как начинающих, так и зарекомендовавших себя по всей области. Из них выбирали и лучший семейный бизнес, и награждали за эффективное развитие и лучший инновационный проект. Особые аплодисменты заслуживают бизнесмены, бескорыстно помогающие другим. За это первый приз получает Валерий Гундарев, директор фирмы «Оконных систем». Скорее всего, помощь помогает дальше в бизнесе двигаться. Как бы вселяет силу, когда видишь, что людям хорошо. В зале немного человек, сразу видно. Но это не означает, что нижегородцы стесняются получать заслуженные поздравления. Просто работы не отпускает. Вырваться смогла Анна Рыбкина, молодой предприниматель. В 25 завоевывает свой первый приз. Заведует мелким производством авторских игрушек. Устраивает мастер-классы для детей и взрослых. Вот из этого букета, который ей подарили на церемонию, уже знает, что сделает. Сначала засушит, а потом смастерит красивый оберег на удачу. Работаешь с душой и вкладываешь в свое дело. Практически это вся моя жизнь. Люди все это чувствуют, видят. И поэтому они приходят и творят вместе со мной с большим удовольствием. Кстати, Анна – выпускник Дзержинского бизнес-инкубатора. Прямое доказательство, что нижегородские программы поддержки развития предпринимательства все-таки работают. Плюс в регионе действуют и венчурно-посемные, и гарантийные фонды. Особую поддержку получает инновационный бизнес. Будем этими инструментами стараться поддержать, чтобы как можно меньше эти федеральные повышения сыгрались на нижегородских предпринимателей. Несмотря на то, что праздник, мы можем сегодня сказать, что федерация второй год подряд вводит нам не совсем хорошие нововведения. Слово, нижегородский бизнес еще покажет себя, говорят на церемонии, а по-другому и быть не может.